Как выявить психоэмоциональные расстройства у школьников и методы оказания психологической помощи? Главные темы совещания, прошедшего по поручению президента, под модерацией детского омбудсмена Аэлиты Джуоевой. В дискурсе участвовали представители Министерства образования и здравоохранения. Эксперты попытались выяснить, как все-таки справиться с подростковыми нервологическими проблемами. Мы собрались по вопросу, который согласован с президентом Аланом Гоглоевым, который указывал в послании парламенту и народу, и также по своим поручениям, именно о том, чтобы приоритеты воспитания, воспитательной работы, образовательной процесса и также охраны здоровья подростков были бы у нас на, так сказать, на высшем уровне. И мы с вами неоднократно встречались, обсуждали данные вопросы. И сегодняшний день мы хотим разобрать именно вопрос маршрутизации наших несовершеннолетних, наших детей, у кого есть патология, неврологические патологии. Нередко в школах наблюдается неподобающее временами агрессивное поведение учащихся, что вызывает вопросы о психологическом состоянии школьника. При этом постановка диагноза находится в компетенции специалистов. И только после этого говорить замминистра здравоохранения Алена Пухаева можно говорить о соответствующих мерах. Я очень рада, что у нас наконец-то появился свой детский психиатр, потому что это очень важно. Но так сложилось, что мы тоже не отстаем от мирового сообщества, и у нас тоже есть какие-то проблемы у детей, у взрослых, связанные с психиатрией. Поэтому это хорошо, что у нас доктор есть на месте, и мы можем решать эти вопросы здесь уже. Другое дело, конечно, нужно еще понимать и менталитет родителей, которые не всегда идут с нами на связь, как с преподавателями, так же и с врачами, и не всегда хотят принимать ту ситуацию, которая действительно есть. Мы готовы к сотрудничеству, и давайте прорабатывать в правовом поле все эти вопросы. Штатный психолог есть почти в каждой школе, в профессиональные задачи которого входит помощь ученикам в социализации, решении конфликтных ситуаций. Однако процент учеников, добровольно обращающихся к нему за помощью, крайне невелик, отметили участники совещания. Присутствие психолога в школах и детских садах необходимо для того, чтобы мама, которая не воспринимает и не хочет понять, что своего ребенка она замечает, естественно, она все замечает, но она не хочет это принять. И мы должны объяснить, взрослые, в данном случае психолог, что именно вовремя, если она возьмется за ту или иную коррекцию поведения своего ребенка, то результат будет намного эффектнее. Я бы хотела отметить, что педагоги, медики и третье звено, самое главное звено, это родители. Если не будет вот в этой тройке, в этом треугольнике понимания, то мы не сможем ничего сделать. Если у психолога действительно возникают вопросы, подозрения, предположения, он уже связывается и с неврологом, и с психиатром, и с родителем, и они уже вместе должны подойти к этому вопросу. Тут самое главное поставить диагноз. Чаще всего неврологические заболевания проявляются уже в подростковом возрасте, но получить адекватную и своевременную помощь оказывается непросто, отметила Аэлита Джоева. Большинство родителей не могут признать эти проблемы, или же просто проблемы минуют их внимание. Я как уполномоченная сегодня поняла, какая последовательность будет, куда я могу направить человека, что я могу ему предложить, и кому ему обратиться. Сегодняшняя наша встреча, это уже очень хорошо поняла. Еще раз вас благодарю. Спасибо. Вы делаете очень большое дело для, в частности, наших детей и для населения в целом. И несмотря на то, что не хотелось бы признавать, но, к сожалению, у нас возрастает количество детей с проблемами психического, неврологического расстройства. К сожалению, очень много времени выходит на то, когда родители принимают диагноз своего ребенка. Этот ребенок остается без соответствующей коррекции. И, к сожалению, потом уже сложно бывает что-то. Надо же делать. Успех лечения нарушений неврологического спектра у детей зависит не только от врачей, а также от родителей. А адаптация ребенка с подобными проблемами в обществе – это комплексная задача. Убеждены врачи, к решению которой нужно искать подход с разных сторон.